1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Как говорят сами виновники торжества, возраст не помеха для полноценной жизни. А появившееся в свободное время это повод освоить новые горизонты, найти хобби, начать заниматься спортом. Корреспондент нашего телеканала узнала, чем живут тверские пенсионеры и как отмечают этот праздник. Концерт в честь Дня пожилого человека в УДК «Пролетарка» организаторы предложили юным зрителям начать со звонка бабушке. Привет! Я тебя поздравляю с Днем пожилых людей. Желаю тебе счастья, здоровья и чтобы ты жила счастливо и долго. Спасибо, моя жёнышка. Пожалуй, внимание – это то, чего больше всего нужно бабушкам и дедушкам. Звонок, сообщение, визит в гости. Впрочем, не всегда тех, кому за 60 можно застать дома. Например, на сцене коллектива, в составе которых люди пожилого возраста. Они запросто дадут фору молодым коллегам и в вокале, и в танцах. Пенсионный возраст – отличное время, чтобы освоить новые горизонты. Танцы, музыка, декоративно-прикладное творчество. Наталья Сосина в прошлом году победила в конкурсе «Супер бабушка». Всю жизнь женщина проработала преподавателем физвоспитания. После выхода на пенсию начала вышивать портреты знаменитостей. Её работа представлена на выставке творчества «Тех, кому за 60». Но это не единственное её хобби. Ещё вывлекаюсь танцами, танцую в ансамбле танца «Тверичане». Правда, конечно, уже не так активно, как раньше. Но как позовут, так мы идём с удовольствием танцевать. Виктора Хохлова называют «человек-оркестр». Он играет на нескольких инструментах, в частности, народных. Спасибо. С инструментом не расстаётся с детства, а выйдя на пенсию, стал посвящать музыке ещё больше времени. Душой-то мы все молодые. Душой мы молодые. Но иногда конфликтуем с телом. А так всё прекрасно. Организаторы праздничного концерта признаются, пожилые артисты всегда принимают самое активное участие в творческой жизни. Когда видишь их номера, понимаешь, что возраст не более чем стереотип. «Мы обязаны чтить и почитать этот замечательный возраст, потому что это не только прошлое, это, конечно же, ещё наше будущее. И Дворец культуры пролетарки делает всё возможное, чтобы люди почтенного возраста могли проводить свой доступ как можно красочнее, как можно ярче». Ещё один стереотип про возраст и малую активность на пенсии ломают постоянные участницы оздоровительного проекта Академии здоровья. «Раз, два, три, четыре». Здесь женщины 60+. Под руководством тренера они выполняют специальные, несложные физические и дыхательные упражнения. Это своего рода физкультура, включающая элементы йоги. «Мы любим говорить пожилый человек. Человек, который пожил, набрался мудрости и кое-что в этой жизни понял. И понял самое главное то, что надо быть здоровым. Надо быть здоровым и физически, и психически». Цель такого проекта – сохранение здоровья пожилого населения и достижение долголетия. Как признаются сами участницы движения, это жизнь. «Вначале было, конечно, не очень просто начинать, но постепенно нагрузку немножко увеличивали. Понимаете, тело как-то отозвалось на эту нагрузочку. После занятий этих, знаете, хотелось бежать, как-то спинка выпрямлялась, ножки сами бежали». На сегодняшний день на территории Тверской области проживают около 380 тысяч граждан старшего возраста. В Твери – 112 тысяч человек. Вот уже 30 лет существует эта дата – День пожилого человека, которая своего рода напоминание молодому поколению о возрасте. Сами активисты, которые, несмотря на годы, продолжают полноценную жизнь, развиваться и сохранить здоровье, являются примером для молодежи. Продолжение следует...